бейсболка да иисус христос и канадский флаг и что то есть команды у тебя что канады не это разные вещи это канадский император александр второй я хочу в канаду ехать как думаю как хочу в канаду ехать когда вы стоит нет да 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 люблю буду на хоккей ходить вот так у меня ты же ты сам ты сам украине спа национальности да ну можно нет я же ну я не знаю что вырос в украине ну ты же это вообще какая разница где вырос ты же пресса родился у меня свидетельство рождение есть или свидетельство а на рождение там же написано национальности мы в паспорте в ссср писали нет шоу не у ты что угодно не мог выбрать ты мог выбрать либо по отцу либо по матери а если они разные а если одинаковые то не мог ничего выбрать национальности выбирался нет ты не мог сказать что это это не мог сказать что-то китаец ты не мог сказать что китаец например если же не мог не мог я все объясняю было свидетельство рождение в котором записано или свит своя на рождение по вашим на вашей мове где была записана национальность отца национальность матери если они одинаковые то ничего выбирать не мог по ним за по ней записывать они а если они разные ты мог выбрать либо отца либо матери из двух все а то не мог сказать там японец или киргиз ну вот ты мог выбрать имя или русский или украинец больше не то ничего не мог выбрать только или русский или украинец но у тебя было что так объяснил да из двух но ты не мог сказать что ты киргиз например вот не захотел тебя что-то в башку стукнул ты сказал киргиз всякие но я тебе объясняю как было у меня тетка работала в паспортном столе я досконально знаю как это делал валуйки харьковская область а ты в киеве да я говорю валуйки харьковская ты с киева или откуда ну так мышь под россией это восток области что не знаешь восток харьковской области там мы под россией находимся новость не смотришь но это харьков белгород это западнее а это восток области валуйки купинск может слышал тополи двуречную я за независимую слабо женщину чем был как не бывает вот так появляется как по и появляться кайт новая держава вот появится новая держава слабо женщина после войны как вот появилась новая держава допустим вот этих обождите я тебя перебью я тебе пример приведу вот была держава чехословакии помнишь когда и в хоккей даже играли словакии а потом появилась отдельно две державы чехии и словакия югославия вообще 6 держав появилась ссср вообще 15 держав это только пояснил давай что-то ходишь так вот ты сам сказал была страна чехословакия ну хорошо была страна югославия югославия получилось 6 стран ладно ты хочу то хотел спросить спрашиваю если не не дошло и не дойдет но смотри был советский союз был советский союз но 15 республик из них это шло 5 республик это как это шло же больше все 15 пошли все 15 все 15 все 15 получил независимость ну хорошо ты что-то что-то хотел сказать ну она формально она независимая формально ну ладно я же говорю что держава так и образуются новые державы раз и образовалась нет все вот она ну а дает второй вариант днепр еще может не правы ну все больше а ну запорожье да это 70 километров я в курсе да или электриче вас ходит электрички восходит днева запорожье через синельникова или как или синельникова это другой страны да нету ничего я проверяю харьковчан я харьков досконально знаю я просто не интересно стало так внезапно нет то не знаете да не секрет в канаду свободная иммиграция набираешь баллы проходные как в престижный вуз их трудно набрать на определяет на определенном уровне можно и попадаешь этой лэнд это иммигрант один вид иммиграции второй вид иммиграции беженец но это вот сейчас когда война у вас то есть беженцы принимает раньше с украины не принимали беженцы только там из развития там с африке то все снимаете и третий вариант бизнес иммиграции вкладываешь деньги в канадский банк без процента 10 лет либо какое дело которое одобрит соответствующие власти и тоже въезжаешь но я вот въезжал как профессионал по профессиональной иммиграции то есть лэндов иммигрант называется ну короче тем не вот папа это и поэтому по этому виду иммиграции набираешь баллы наберешь проходной балл попадаешь что вы хотели спросить два да 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 конечно ну экзамена на языке экзамены как называется и а и сел по моему до сдавал конечно был по выбору хочешь французский сдавай хочешь 2 сдавай больше баллов получишь в канаду хочешь поехать сейчас у крыс украины можно в канаду как беженцам рвануть надо продать намного меньше прав там дают на два года по моему визу и все без права продления я понял вот есть если бы в украине сварьера сделали как в канаде цивилизованно два языка официальных то по проблем украина не было я думаю не с войной еще ну может и было но не меньше бы вы была бы вероятность но окей ладно давай успехов тебе желаю желаю тебе лично не пострадать а не тебе не твоим имуществом не твоей семье это ты ранил от тебя лично давай успехов ты хороший парень видно недолго музыка играла недолго пока я танцевал хочу в канаду ехать как думаешь стоит что ну вот оформляю документы уже почти на на финише вот у меня такой вопрос ну в канаде лучше на такой вопрос вот что вы скажете правда правда ли что в канаде много украинцев а то что я почему спрашиваю у меня такая проблема страдаю украинофобией проблема у меня стран страдают украинофобия мне туда поехать где меньше украинцев какой город лучше поехать где там больше украинцев где меньше в канаде да я в курсе я ж не собираюсь не собираюсь взять россия россия не просто от всего украинского мне от всего украинского воротит мне чтоб не видеть вот эти флаги украинские вот куда по куда поехать антарктика зараз такого в краинах не мое шоу не бога украинского в каждой краине особо его европейский и украинцы и мы прославлять украину кримизации но я вас понял вы сказали что 40 процентов украинцев по статистике я вам скажу потом можете блестоким интеллектом и друзей украинцев 3 и 6 процента то есть 1 19 миллиона на по переписи 10 года а вот а вот в городах максимального нахождения украинцев из больших это эдмонтон и винипек там действительно можно достигать до 24 процентов процент украинцев это на будущее вам чтоб знали здравствуй что мы стоить нет слушай да у меня это часто бумаги на оформлении а ты сам с какого города ты ты сам с какого города какой буча буча а слушай вот у меня такие вопросы есть такой важный для меня правда что в канаде много украинцев говорят нет а сколько примерно там в миллионах или процентов не знаешь ну да я тоже слышал я просто я вот такая проблема страдаю украинофобией мне бы поехать в тот город где меньше украинцы я как увижу у меня прямо трясет от украинца вот него в такой город поехали ты не знаешь да у меня ты не знаешь в каком городе больше мако меньше ты не не владеешь такой ситуации короче гоноски наверно гоноски меньше всего украинца не я я тебя про канаду я тебя про я в канаду езжайте про канаду спрашиваю нет нет людям к людям а я нет ненависти к культуре к языку к море к море к людям нет к людям нет ненависти я просто какой-то культуре к языку как вот как вот услышал украинскую мову у меня прямо пена изо рта идет прикинь начало желтого потом голубого цвета в омске это какая провинция канады омск не подскажешь какая-то провинция омск какая антарио квебек или там монетоба бритиш-колумбия я чё-то не помню такого города в канаде анталия или антарио я все за канаду спрашиваю ну понятно да нет там даже и не думай просто пусть отступают если у тебя мечты будет если у тебя вот такое вот недопонимание с людьми то нет с людьми у меня нормально все нет или отброй все свои комплексы дели нормальную страну и живи себе нормально ни в чем себе не отказывай и не мешай другим живи кайфу или оставайся в россии ну понятно понятно умрешь лет через 10-15 ну я тебя понял понял хорошо просто спасибо за действительно прожитые годы ладно а если готов видоизменяться беда на будущее я знаю что тебя спрашивал я тебя про я тебя проинформирую украинцы в канаде по сенсису десятого года один поинт девятнадцать миллиона то есть три шесть процента эти точные данные говорю по десятому году а города сосредоточения укр диаспоры это из больших это винипех и эдмонтон на будущее знай может блестешь и блеснешь и эрудиции с кем-нибудь в беседе ты санта финляндии с какой в санта фене санта финляндии с какого города приехал что что сам фенляндии с какого города приехал с буча с буча врешь нибудь где находится где находится буча в какой области буча находится правильно а где от киева куда восток запад юг или север северо-запад врешь на юге или юго-запад колись из какого города приехал из какого города приехал в хельсинки колись по-честному а что ты думаешь о хельсинке а 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 ну да хуелый 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 если тебе показать что я хельсинка ну программа иначе сбой дает очень старая программа ну не ну и я 5 из хельсинки и из пригорода хельсинки может быть ну да типа как в муче с Киевом вот так ну вот а типа того да может быть а расскажи что нибудь еще про меня да да я вам не могу много рассказывать иначе меня это премию не дадут что положено я тебе рассказал уже ладно давай спасибо за беседу всех благ тебе не недолго музыка играла недолго пока я танцевал олег олег а вас очень приятно олег меня зовут димитро пан вы откуда волоке харьков все область а вы захем на украине похоже да миста ивана францис а да стамислав историческое название послушайте это давайте на российский я так понимаю вы поддерживаете братьев россиян материальный что ли зачем я за независимую слабожанщину я из харькова я что он сказал харьковская область нет я понимаю у вас флаги почему-то канады везде там канада да вот хочу хочу в канаду уехать как думаете вообще стоит нет ну там раньше надо было уезжать почему а сейчас что ну сейчас уже там особо поддержки нету сейчас сейчас украине большая поддержка как раз а почему тогда если вы хотите в канаду у вас стоит если я не ошибаюсь портрет это николая первого нет александр второй а да александр второй просто плохо видно ну я в канаде уважаю тоже александра второго у вас же тоже в россии стоит вы под vpn заходите а что у нас в россии всегда уважали так это император российский что бы вы не уважали ну не всех императоров уважали александра второго большинство уважало он позитивный был правитель лучший правитель России за последние 200 лет почему у вас вы же александр третий ну это был он при нем было спокойно он был такой респектабельный но так сказать рост капитализма был именно про александр втором про александр третьем была уже постоянная планка не было ни роста ни падения но у вас я понимаю у вас другие идеалы вы же под островенгрией были в 19 веке да станистов или под кем в островенгрии вы были я просто знаю что львов был и черновцы были и вы по-моему были да так что вы когда собираетесь в Канаду уезжать ну вот у меня в процессе оформления что же так не мила украина ну а что она даже мать мила Канада это цивилизованное государство в отличие от Украины здесь вы правы здесь даже не поспоришь как это да а вот в Канаде же большая ваша диаспора да украинское говорят вот в каких городах она в основном сосредоточена знаете мантат есть торонто очень много торонто как раз не много в процентах много по абсолютному значению потому что в торонто больше там несколько разных городов основные города средоточения вашей диаспоры запомните вам будет блеснёть эрудицией с другими. Это из больших городов Виннипек и Эдмонтон. А вы что, не украинец? По национальности нет. Почему? Я русский. Я же из Харькова, я что-то сказал. А, ну да. В Харькове половину этнических русских 47,4% и половину этнических украинцев 47,2% по переписи первого года. Ну и 7%, 7% Почему в Россию туда не поехать? Если сам русский. Ну, я же вам сказал. Канада более цивилизованная. Чем Россия и тем более, чем Украина. Это что же такое сказал? Чем это цивилизованная? Ну, как бы так в мире считаете, что Канада цивилизованная страна. Вы сами согласились. В СССР считается, что дважды два. Ну да. А кто считает, что пять? Дважды два. Нет. Дважды два, четыре только не во всех системах. В двоичной системе будет не четыре. В десятиличной четыре. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские – это какой чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Ливская область где была? В Австро-Венгрии. Опа. Так это не Дуна еще? Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. А вы не знаете, Низь какого? 60 километров от кордона с Польщей. Ага. Как вы думаете, это может быть область? Сумска? Вау. Сумска область между Язовской области? Вы смеетеся? Сумска область между Язовской областью. Сумска областью. Сумска область между Язовской областью. Мы не позволим никому учиться жить. Я уверяю вас, Охранской области не будет ни Донецкой, ни Волгской области. Будет только Портинской области. Будет только Портинской области. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров, а до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай, наркомерный бой. Демножись с красивой немною, с оранжевой чумой.